В Центре педагогической диагностики и консультирования детей и подростков работают самые стрессоустойчивые специалисты, которые создают психологический комфорт в семьях и бесконфликтное пространство в школах. Помогают юным сочинцам адаптироваться в детском саду. Коллектив этого учреждения небольшой, но именно он, помимо всего прочего, подставляет свое профессиональное плечо особым детям Сочи, определяет им образовательный маршрут, строит траекторию развития. Роль психолога в обществе отмечает руководство города. Сегодня одна из главных. Подводя итоги 20-летней работы Центра, благодарственными письмами главы Сочи наградили каждого сотрудника. «Этот Центр – просто сердце всей нашей работы по психолого-педагогическому сопровождению, всех сложных случаев и вообще поддержки наших образовательных учреждений в нашем современном турбулентном мире. Век вот такого потока и обрушения информации на каждого ребенка, на каждую семью – очень важна роль психологов. Наш Центр, который имеет очень серьезную репутацию и среди образовательных всех учреждений города, и среди своих коллег в регионе, и даже в России, и мы этим очень горды». Празднование 20-летия Центра педагогической диагностики и консультирования детей и подростков приурочили ко Всероссийскому психологическому форуму, который в эти дни проходит в Сочи. В самом главном для психологов страны мероприятии также участвуют сочинские специалисты. К слову, к психолого-медико-социальном центре три отдела. Это психолого-медико-педагогическая комиссия – единственный орган в городе, где сопровождают и консультируют детей-инвалидов, отдел психологического сопровождения, где в том числе поддерживают детско-родительские отношения, и отдел социальной педагогики. Здесь специалисты реализуют городскую программу «Семья на ладошке», то есть работают с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Бывало, что приходилось выезжать из Сочи в другие регионы. «После трагедии в Беслане, когда война в Осетии, были включены наряду с другими педагогами-психологами, и специалисты нашего центра, когда нужна была психологическая поддержка и детям, и взрослым, психологи ее оказывали. Также была сложная ситуация, когда наводнение случилось в 2015 году в нашем городе. Здесь также педагоги-психологи, наши специалисты пришли на помощь, чтобы поддержать население. Психологи всегда в строю, всегда готовы, не дожидаясь приглашения». В целом в городе более 150 психологов. Работают они и в каждой сочинской школе. Среди всех муниципалитетов края самый высокий процент укомплектования школьными психологами в сочинских образовательных учреждениях.